Мэрия разорвет договоры с частными операторами парковок. В профильном департаменте сообщили, что частники не выполнили своих обязательств. За два года операторы должны были создать 34 новых парковки, но реализовали обещанное лишь наполовину. Функции частных операторов парковок теперь будет выполнять Одесс Транспарксервис. Коммунальщики планируют обустроить 800 паркомест. На все это хотят потратить полтора миллиона гривен. Деньги пойдут на 40 паркоматов, зарплату 30 инспекторам, новые дорожные знаки и разметку. В департаменте также отметили, что во время инвентаризации парковок и стоянок в центре города обнаружили более 100 парковочных карманов на 336 свободных мест. На них хотят обустроить площадки для платной парковки с обязательными бесплатными местами для инвалидов. В мэрии затронули проблемы общественного транспорта. Автобусов возле дома Руссова больше не будет. Геннадий Труханов распорядился перенести конечную 175 и 185 маршрутов в Соборной площади. В гордепартаменте транспорта отметили, что новым местом для конечной автобусов может стать территория возле бывшего кинотеатра Одесса. Все потому, что нынешняя стоянка автобуса, по словам мэра, мешает туристам, да и вообще портит исторический облик города. Собор, сейчас Думрусова, Либмана, центр города, Дерибасовская. Продумайте, пожалуйста, как минимизировать там вот этот стой автобус. Это минимально, как минимизировать, а максимально, чтобы их вообще там не было. Чтобы центр города разгрузить от стоянки автобусов общественного транспорта, там частных компаний. Определить ей место, где стоять, потому что там иногда просто и так не протопнутся, еще автобусы устраиваются. Также в мэрии обсудили создание полосы для общественного транспорта на Решильевской. После нанесения новой разметки и установки дорожных знаков, загруженность крайней правой полосы стала меньше, но на ней все равно продолжают парковаться автомобилисты. Пользуются ею и водители, которые пытаются объехать пробку. Все это с 28 ноября станет грубым нарушением правил дорожного движения. На Решильевской уже появились соответствующие дорожные знаки. Тут, напомню, будут курсировать 5 троллейбусных и 11 автобусных маршрутов. Сейчас же всю полосу занимают хаотично припаркованные автомобили. Удастся ли раскрутить этот участок для проезда общественного транспорта, спросили у экспертов. У нас есть договоренность с патрульной полицией о том, что движение по выделенной полосе частного транспорта будет контролировать патрульная полиция. Весь транспорт, который будет там стоять, будут контролироваться нашими инспекторами с паркования. Мы выделяем один экипаж, который будет работать по этой улице, потом возвращаться по другой и опять по этой улице. Кроме того, в планах чиновников рассмотреть возможность создания полосы для общественного транспорта в Киевском и Суворовском районах. В частности, хотят расширить Николаевскую дорогу и создать на ней реверсивную полосу движения.